Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с скандинавскими сагами Сиф. Сиф и Сиф в скандинавской мифологии богиня супруга Тора. От первого брака у нее был сын Ууу, бог лучников и лыжников. Сиф славилась своими чудесными золотыми волосами, видимо символом плодородия. Известен миф о том, как Локи срезал ей волосы, а затем по требованию Тора заставил Цвергов выковать для Сиф волшебный парик из золотых нитей, которая выглядела замечательно. Даже самый слабый ветерок развивал густые золотистые прядки, и кроме того волосы сами росли на голове. Решив сделать богам приятнее и оставить их у себя в долгу, карлики использовали оставшийся в горне жар для изготовления складного корабля, скитбладнир для бога плодородия фрейра и волшебного копья гунгнир для Одина. Возвращаясь из кузницы в обители богов Асгард с париком, кораблем и копьем, Локи встретил братьев-карликов Брокко и Эйтри. Они оценили мастерство, с которым были изготовлены эти чудесные вещи. Локи предложил им выковать нечто лучшее и даже поспорил на свою голову, что превзойти Цвергов им не удастся. Задеты за живое, братья изготовили для Тора волшебный молот Мюльнир, грозу великан. Страдания красавицы Сиф, лишившиеся по злой прихоти Локи густых волос, отождествлялись скандинавами зимой, когда на полях вместо золотой нивы остается стерня. Вот такая скандинавская сага о Сиф. В скандинавской мифологии богиня-супруга Торы. Пока-пока, до свидания.